Приветствую друзья! Как вы уже поняли, в этом видео речь пойдет о том, как сделать вот такую вот раму для приседаний своими руками. К слову, ее можно использовать не только для приседаний, можно использовать для жима лежа, сидя с какой-то лавочки, для жима стоя. Да в принципе для любого упражнения, когда необходимо, чтобы штанга была на какой-то высоте. Хоть этот сюжет, он и не является строительным, тем не менее здесь будут определенные полезные моменты, которые можно применить на стройке. Сразу хочу сказать, я здесь ничего не выдумывал, не изобретал, просто залез в интернат, посмотрел похожие конструкции, выбрал оттуда какие-то интересные мне технические моменты, технические решения. Все это слепил в одну кучу и получилась вот такая вот рама. Если вы читали книжку Воруй как художник, то должны понимать о чем я говорю. Немножко про саму раму. Она сборно-разборная, состоит из трех частей, две стойки и нижняя распорка, которыми стойки соединяются между собой. Расстояние в свиту между стойками один метр. Если вам его по какой-то причине этого расстояния мало, либо наоборот много, его можно изменить за счет укорочений, либо удлинения нижней распорки. Глубина рамы получается 95 см, высота 1,78 м и ширина по наружным граням стоек 112 мм. Теперь перейдем к конструктиву. Стойки Т-образного очертания с вот таким вот раскосом, который обеспечивает поперечную жесткость. Они выполнены из 60-й профильной трубы с третьей стенки. Этой трубы здесь просто за глаза. Она такая большая, не нужна. Достаточно будет 50-й трубы со стенкой 2,5 мм, либо тоже 3 мм. Своё оправдание могу сказать, что данный профиль, он валялся на металлоломе, как раз в том количестве, которое было необходимо для изготовления данной рамы. Поэтому сам бог велел его взять. Но тут не стоит увлекаться с утончением стенки, потому что сильная тонкая стенка, там 1,5-2 мм, она может развальцовываться от ударных воздействий со стороны штанги. Отверстие 25 мм, шагом 50 мм. Нижнее отверстие находится на отметке 900 мм от пола, верхнее 16,5 мм. Этого шага и этого диапазона, его более чем достаточно для большинства атлетов среднестатистических, для выполнения обычных упражнений. Если этого диапазона будет мало, ну можно ещё насверлить выше, ниже. Техническая возможность для этого имеется. Теперь интересные моменты. Та стенка трубы, с которой начиналось сверление, она должна быть лицевой. Труба сверлилась насквозь, поэтому та стеночка, куда в первую очередь заходило сверло, она обращена сюда, наружу. Дело в том, что труба в песках, она может быть закреплена не совсем ровно, она может иметь поперечное, линтовое коробление. И на выходе отверстие, оно может не попадать на центральную ось данной стойки. И задний ряд отверстий он может плясать. Чтобы не было вот этого непотребства здесь с лицевой стороны, необходимо заботиться о том, чтобы та сторона, с которой начиналось сверление, она должна быть обращена к пользу. Также, поскольку эта труба является гнутосварной, прямошовной, то сварной шов, его желательно располагать сбоку, либо с одной стороны, либо с другой, но в крайнем случае можно сзади. Если он будет спереди, то его придется либо сошлифовать, либо после покраски его будет видно. Теперь переходим к распорке. Она также выполнена из 60-й профильной трубы, на фланцах из восьмерки, соединяет стойки между собой. Здесь есть один очень интересный момент по поводу изготовления вот этой вот распорки. Дело в том, что если мы условно изготовим стойки на идеально ровной плоскости, если мы под прямым углом приварим фланцы к данной распорке, то все равно у нас могут идти небольшие отклонения. Здесь какой был применен способ. Фланцы отдельно прикручивались к стойкам. Один фланец к одной стойке, другой к другой. Все это дело выставлялось в проектное положение, по уровню, в одной плоскости, в другой. Вымерялось расстояние по низу, по верху, диагонали. Все это временно фиксировалось и в таком положении по месту вваривалась распорка. Таким образом мы получаем последствия при сборке практически идеальную геометрию данной конструкции. Конечно, я сейчас не говорю про серийное производство. Там все по-другому. Там используются высокоточные шаблоны. Там присутствует многоступенчатый контроль всех технологических процессов и операций. Совсем другая кухня, не надо сравнивать. Конкретно для таких вещей, которые изготавливаются по месту, вручную, штучные изделия. Здесь можно применить вот такой вот способ, когда сначала прикручиваются фланцы и потом уже по месту установки изделий вваривается распорт. То же самое относится и к стальным конструкциям. К примеру, балка состоит из двух отправочных марок. Мы сначала к одной половине привариваем фланец, к нему прикручиваем второй фланец, выставляем две отправочные марки друг относительно друга по уровню. Задаем необходимый строительный подъем и уже вторую балку, вторую часть привариваем ко второму фланцу, который уже прикручен к первой отправочной марке. Тем самым у нас гарантированно будет обеспечена правильная геометрия сборки. Данная распорка, обратите внимание, она прикручена к расходству. Это с одной стороны дает нам снизу залор, сюда можно там что-то положить, если какие-то диски будут лежать, либо другой будет так. С другой стороны она достаточно удалена от плоскости установки штанги, поэтому мешать и выполнять упражнения данная распорка не будет. На первый взгляд может показаться, что данная распорка не обеспечивает необходимую продольную жесткость, но это только на первый взгляд. Если взять за верх стоек, попытаться их либо согнуть, либо разогнуть, то они подаются с достаточно большим трудом. Я даже могу провести небольшой эксперимент, взять, поднять вот так вот стоеку, потрясти ее. Как видите, она абсолютно жестко держится консольно на данной распорке, поэтому в надежности всей конструкции сомневаться не приходится. Теперь переходим к самому интересному, к самому вкусному, это вот эти быстросъемные кронштейны. Лично мне не особо нравятся традиционные телескопические стойки по одной простой причине. Для того, чтобы их регулировать, необходимо две руки. Одной рукой мы держим стойку, выше-ниже регулируем, другой держим штык, попали отверстия, вставляем штык. Если на телескопических стойках стоит, к примеру, штанга, то необходимо звать товарища, чтобы он ее приподнял, и тогда только производить регулиров. Здесь все просто, все удобно, все комфортно. Одной рукой вытаскиваем кронштейн, джейкап, вставляем его на нужную отметку, фиксируем, все здорово, все замечательно. По поводу джейкапов, они не совсем классической конструкции, вот так вот они выглядят. Традиционные джейкапы, они представляют из себя также пластину, но шкант идет в верхней части, а сама опора под штангу идет в нижней. В результате обеспечивается больше прижимной момент джейкапа к стойке. И там, как правило, сама вот эта пластина, она формирует опору под штангу за счет загиба. Собственно, вот это название, джейкап, оно отображает форму данного кронштейна. На него, если посмотреть, он идет в форме буквы джейкапа. Идет основная пластина, здесь она загибается, варивается дополнительное ребро для того, чтобы сюда могла устанавливаться штанга. У меня не было технической возможности загнуть пластину, а приваривать сюда какие-то опоры под штангу я не посчитал нужным, потому что там будут сварные швы. Бред, конечно, для такого веса, который используется в спортзалах. Но, ладно, в общем, здесь идет неразрезной шкант, он проходит через пластину, обваривается. Здесь идет ограничитель и идет зацеп, которым данный кронштейн цепляется за трубу. Крайне важно данный зацеп приваривать в самую последнюю очередь по месту на трубе для того, чтобы обеспечить необходимую степень прижима. Диаметр шканта идет 24,5 мм, минус 0,5 мм от отверстия. С одной стороны он туда легко заходит, но с другой стороны сидит там достаточно плотно и не сказать, чтобы сильно люфтил. Поскольку это ручное изделие, здесь есть определенная погрешность, то данный кронштейн иногда может понадобиться регулировать. Для этого необходимо данную пластину выгнуть либо в одну, либо в другую сторону. Если нам необходимо сделать прижим плотнее, мы берем ее, ставим вот так вот на две опоры и сверху по шканту бьем молотком. Она у нас выгибается, прижим плотный. Если наоборот сильно туго он заходит на трубу, нам надо его ослабить, мы наоборот его переворачиваем и выгибаем теперь в обратную сторону. Вот такие вот нюансы. Поэтому, друзья, куставное производство, не обращайте на это внимание, все дорабатывается по месту молотком и напильником. Но, тем не менее, главное, чтобы эта штука работала и выполняла свою функцию. К слову, подобная рама, готовая магазинная, в зависимости от модели, в зависимости от бренда, стоит от 15 до 20 тысяч. Поэтому, есть определенный резон изготовить ее самостоятельно. Это видео выйдет только в том случае, если данная рама, она себя хорошо покажет, так сказать, пройдет полевые испытания. Поэтому, если вы меня видите, значит, все здорово, все замечательно, эта штука работает, все хорошо. Выражаю благодарность господам строителям, которые помогли изготовить данную раму. Поэтому, она сейчас находится у меня, на мере съемок. После, она, конечно же, перекачивает в спортзал, на место своей постоянной дислокации, где уже на ней будут заниматься детишки. Я, быть может, даже буду приходить, буду заниматься. Вот на этом, наверное, все. Кстати, чертежи данной раны, какие-то эскизы я выложу. Ссылка будет в описании, поэтому переходите скачивайте. Кого заинтересовала такая конструкция, кто загорелся сделать себе что-то подобное, смотрите, видоизменяйте, модифицируйте, пробуйте свои силы в изготовлении спортивного инвентаря. Благодарю всех за внимание. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok